Не центральное управление разведки, а всего лишь центр управления регионом. Хотя программа, вокруг которой строится работа центра, своей механикой напоминает интернет-алгоритмы правоохранителей. По ключевым словам, ищет необходимое в любом уголке любой соцсети. Только теперь цель найти не экстремистский материал, а комментарий о проблемах в крае. Надо сказать, что вообще с 2009 года, после того, как государство развернуло такой достаточно уникальный проект, как госуслуги, о которых мы уже сегодня говорили, это, на мой взгляд, такое второе крупное вхождение государства в цифровую среду, в сегменте взаимодействия с населением. Второе вхождение не такое заметное, но во всех регионах страны одновременно появились центры, которые видят все ваши посты и комментарии о неполадках в регионе, городе, на улице или даже в доме. Вот, например, детские пособия Алтайского края сообщества. Здесь было конкретное сообщение, что за помощь многодетным к школе. Аккурата расписал на Министерство социальной защиты, сейчас СССР готовит ответ. Вот у каждого ведомства и сейчас муниципалитета, они представлены в социальных сетях, то есть у них есть группы свои, и от имени этих групп они отвечают. Обработанные комментарии уходят в базу данных, которая охватывает весь край. Самый активный по обращениям за неделю в системе инцидент-менеджмент, например, это у нас город Заринск, потому что пришло 22 проблемных сообщения, на население 46 с небольшим тысяч человек, то есть он его расцвечивает как топ-проблем. Итого два основных инструмента. ПОС – платформа обратной связи на госуслугах. Там все по форме, с заполнением граф и официально. Я, кстати, старался найти этот виджет в мобильном приложении госуслуги, но так и не смог. А второй инструмент СУР – это инцидент-менеджмент. Алгоритм находит ваши комментарии сам, а потом отправляет специалистам. А в какие дни недели больше всего приходят? Примерно распределение одинаковое, но зависит от постов. Какие посты выходят, например, у губернатора. После этого реакция идет повышенной. В комментариях инстаграма губернатора своеобразная приемная для обращений. СУР будет собирать комментарии с просьбами из инстаграма Виктора Петровича и приносить их ему же, чтобы он понимал, чем живут люди. Ежемесячные отчеты – еще одна задача СУРа. Штат центра – 26 человек. Социологи, политологи, специалисты по интернет-продвижению и даже видеомонтажер. Сформирован он пока не полностью. Зарплаты, по словам руководителя Евгения Нечапуренко, будут на уровне средних в крае. И здесь же в ЦУРе работают руководители отраслевых блоков. Это люди от министерств, которые занимаются самыми проблемными или горячими сферами. Ну, на что люди чаще всего жалуются в соцсетях. Вот здравоохранение, образование, а здесь у нас транспорт и дороги, социальная защита. И нужны эти руководители отраслевых блоков для того, чтобы координировать действия и поднимать проблемы на уровень своих министерств. Время на решение проблем или на ответ ограничено. И поскольку теперь вы знаете, что каждый ваш комментарий может быть прочитан тем, кому он адресован, стоит быть осторожней в формулировках. Как нам рассказали в ЦУРе, большой брат не любит оскорблений. Андрей Дреер, Николай Шилко. День с толком.